Восторг В Санкт-Петербург Еду домой Вот там, на высокой горе, где находится замор Сан-Дельма, живу я. Стоит на приколе огромный корабль в порту. Я сегодня решила снять слева по борту, когда мы входим. Маяк и приближение к Неамбарю. С этой стороны тоже очень красивая буфта. С другой стороны, в основном, курд с кранами. Но я уже снимала, поэтому повторяться не буду. С этой стороны немножко другой ракурс, тоже не менее красивый. Весь Неамбарь с бухтой, как на ладони. Как раз солнце освещает город. Хороший солнце с утра. И за нами идет корабль тоже следом. Сегодня был очень красивый восход солнца. Когда я уезжала в Сиски, я его снимала. Смотрите, какое красивое небо. Все в облаках. Конечно, когда выйдет солнце, днем этого уже всего не будет, этой красоты. Но восход солнца был прекрасный. Очень красиво. Очень красиво просто. По словам. На природу можно смотреть вечность. И смотрите, за какую-то минутку, пока я снимала задний фон, мы уже приблизились практически к буфту. Входим. Очень быстро едет корабль. Очень быстро. Я думаю, что с новыми технологиями скоро не за час будут преодолевать это расстояние, которое мы сейчас ехали. Это час двадцать идет Сиски. Корабль. А через время, я думаю, за полчаса все будут мотаться. Через каких-то пару-тройку лет, я думаю, что так и будет. Красивый корабль. Но не лайнер. Смотрю, просто многопаловный корабль. Хотя, очень похож на лайнер. Там есть отсек для бассейна посредине. Видите? Ну, какой-то такой скромненький лайнер, конечно. Бывают и помощники. Замок Сан-Эльма. Красивенная бухта Неаполя. Верхняя палуба, напоминаю, с утра закрыта, потому что прохладно достаточно. Люди уже собрались. Смотрите. Показываю. С этой стороны, где я снимала плохая зону. Поэтому я снимаю не напротив солнца, а как раз по направлению солнца. И очень красивая съемка. Просто у меня нет слов. Для таких любителей, как я, постоянно бегать с камерой, как раз от самого процесса получаешь больше удовольствия, чем от просмотра. Костелла Генова. Костелла Генова, видите, хвостик его виден между кораблями. Маленькие-маленькие кораблики на приколе. Сиремар идет в бухту. Сколько же интересно здесь таких всяких фирм, которые себе прихватизировали эти корабли. Мэтмар, Каримар, Фиремар. Все, мы уже приезжали в бухту. Сейчас будем выходить. Разворачивается корабль. Смотрите. И теперь я могу показать немножечко лука, но будет слепить камеру солнца. Хотя мой телефон немножко справится с этим. Да, мы разворачиваемся. У меня есть возможность снять здесь красивый ракурс, пока мы разворачиваемся. Направляю против солнца. Съемка, я думаю, получится не менее красивая. Телефон справится с освещением. Вот так мы разворачиваемся. Мозг выращивается напротив бухты в обратную сторону. И точно так же, смотрите, разворачивается корабль, который перед нами. И дожидаясь нас, он начинает разворачиваться синхронно нам в другую сторону, чтобы войти задней палубой в бухту. Еще причаливает один корабль вдалеке. Поменьше, намного меньше. Так, и смотрим. О, тут уже сейчас будет тоже хорошо видно. Люди, которые ожидают нашего... О, сколько людей, смотрите. Очень много людей, которые ожидают приезда нашего корабля. Просто очень много. Поэтому нам нужно будет торопиться ходить. Я столько людей не видела. Сегодня воскресный день. И очень много людей пытаются выехать на острова. Тем более впереди праздник. Карагоста. Я думаю, что многие купили себе поездки с ночевкой. Поэтому ожидают первых кораблей. Скорее всего, уже разобраны все билеты. Я даже в этом уверена, что все онлайн разобрали билеты. И те, кто не подумал об этом заранее, скорее всего, останутся без билетов. Смотрите, сколько людей. Очень много людей. А у нас на корабле самое интересное. Смотрите, вот это и все практически люди, которые перебежали. Напротив корабль полностью тоже уже укомплектован, я бы сказала. Хотя, видите, люди есть на верхней палубе. Там уже открыли, потому что тепло. У нас на корабле верхняя палуба закрыта. Попрощаемся с полканчиком. Иду я за своим чемоданчиком. И то, что буду сейчас отправляться домой. Последние кадры. Обхватываю практически полного-полного порта людей. Опускаются якоря. Пришвартовываемся к берегу. И выходим. Привет, Неаполь. Идем за чемоданом. И путь. С возвращением в Неаполь, дорогая Таня. Ну, как всегда, капитан стоит вот здесь вот на бортике. Я его наблюдаю уже в течение месяца. С другой стороны машины подъезжают. Грузятся в другой огромный корабль. Ну и все. Вот мой чемоданчик. Я пошла.